Куры, небольшой садик с плодовыми деревьями и огород. Дом достался от родителей. Его построили еще в 60-е, затем достраивали, улучшали. Этот самолетик когда-то был механическими качелями. Они сломались, но дочери настояли, чтобы его оставили, как символ их детства. Старший 27, она специалист по компьютерным технологиям, работает в Москве. Младший 23, она учится на доктора в Санкт-Петербургском институте имени Мечникова, одном из престижнейших медицинских вузов страны. Дома близнецы Юра и Жора. Им по 13 лет. Они помогают маме по дому и в саду. Она точно трудолюбивая. Это, по крайней мере, могу точно сказать, трудолюбивая и заботливая. У меня утюг, шкаф, машинки мои. Это личный кабинет многодетной мамы. Старинная машинка еще от бабушки, та, что более современная, подарок от мужа. Он главный по снабжению в одном из санаториев. Анна Викторовна – учитель младших классов. И, как говорит она сама, каждую секунду мама. Каждый день, понимаете, каждую секунду ты мама. И нельзя, вот говорю уже, ну такая усталость скакилась. Вот отдохнуть бы немножечко. А сама понимаю, ну как? Как я вот уеду? Мальчишки здесь же у меня останутся, у них же уроки и вот какие-то проблемы. А да, езжай, вот сестра рядом живет, езжай. Мы отдохнем, вот посмотрим. И так и случалось, когда я уезжала. Ну а сама-то переживаю, ну как же, как они встали утром, что они как уроки сделали, как они ушли на свою художку. По словам Анны Альбинской, четверо детей для нее абсолютно нормально. Иначе и быть не могло, потому что у нее самой четверо братьев и сестер. О том, что ее выдвинули на конкурс, узнала, проверяя тетради. Приятно, ну как-то, в принципе, ничего не жду, чего-то там, каких-то там дифферамп, потому что это обычная жизнь. И мне это просто, самой нравится то, что у меня есть и то, что я делаю. И не жду награды никакой абсолютно. Вот приедут дети, вот это награда. Им просто приятно быть рядом, может что-то готовить вместе или мастерить. Это, по словам Анны Викторовны, и есть настоящая дружная семья.